Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл видеобесед по книге притчей Соломоновых для портала экзегет.ру. И сегодня мы читаем третью главу. Эта глава довольно большая, но при этом очень интересная. Соломон обращается к сыну своему. Сын мой, наставления моих не забывай, и слова мои да хранит сердце твое. Ибо долготы жития, лет жизни и мира они приложат тебе. Милостыня и вера да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижале сердца твоего, и обретешь благодать. Соломон, обращаясь к сыну, просит не забывать его наставлений. И хочет, чтобы его сердце, то есть сердце сына, сохранило его слова. Это очень важно, вот эта постоянная обращенность Соломона к сердцу сына. И он обращает внимание на то, что слова этой мудрости, которую он преподает, должны быть укоренены в сердце. Потом мы еще не раз встретим этот образ. Почему же? Потому что, почему надо это делать? Ибо долготы жития и лет жизни и мира приложат они тебе. Мы уже говорили о том, что книга притчи Соломоновых, как и многие книги премудрости, обращают в первую очередь внимание на благо жизни здесь и сейчас, жизни в этом мире. Ветхозаветный человек не очень интересуется жизнью загробной, и тем более о воскресении знает лишь через некоторые намеки. Зато жизнь здесь и сейчас может быть мирной, справедливой, честной, благочестивой. И это жизнь с Богом. Либо она может быть греховной, она может быть связана с тьмой и злом. Тогда это жизнь, которая не соответствует завету с Богом и заповедям Божьим. И поэтому мы видим все время, как Соломон делает этот акцент на жизнь, на долголетие, на мир. Вот даже милостыня и вера да не оставят тебя, обвяжи ими шею твою и напиши их на скрижале сердца твоего. Опять мы видим здесь призыв написать слова заповеди на скрижалях сердца. То есть иными словами сделать заповеди Божьи, которые могут восприниматься человеком, как нечто внешнее, заповедями собственного сердца. В философии даже есть такое понятие, как индивидуализация нравственной ценности. Когда ценность для тебя нечто внешнее, она предстает перед тобою как внешняя, чужая правда. Но если эта ценность индивидуализируется тобою, то есть становится твоей индивидуальной ценностью, принимается тобою изнутри, твоим сердцем, то эта истина перестает быть для тебя внешней истиной, некоторым внешним указанием, некоторой просто нормой, которую ты вынужден соблюдать. Это становится заповедью твоей внутренней жизни. И ты уже поступаешь так не потому, что кто-то тебе это сказал, кто-то перед тобой поставил эту заповедь. Ты поступаешь таким образом, потому что ждешь, потому что исполняешь некоторое внутреннее веление собственного сердца. Далее Соломон продолжает. «И заботься о добром перед Господом, Богом и людьми. Уповай всем сердцем на Бога, а своею мудростью не превозносись». Вот эти два стиха, 4 и 5, отличаются в синодальном переводе. А я напоминаю, что мы читаем книгу притчи Соломоновых в переводе Юнгерова. Он делал этот перевод с греческого текста, с септуагинты, с того самого текста, с которого делался перевод славянский. И поэтому сегодня в церквях мы услышим именно этот текст. В то же время мы смотрим на текст синодальный, который делался с еврейского. Итак, в 3 главе 4 и 5 стихи несколько отличаются. 4 стих здесь говорит «И заботься о добром перед Господом и людьми». А 4 стих в синодальном переводе говорит «И обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Мы видим, что эти слова несколько отличаются. Здесь это скорее некоторая заповедь «заботься о добром перед Богом и людьми». А здесь говорится, что если ты будешь соблюдать истину, то обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Впрочем, они не противоречат здесь друг другу. «Уповай», 5 стих, «уповай всем сердцем на Бога, а своей мудростью не превозносись». Здесь похожее значение. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Но вот «не полагайся на разум твой» звучит несколько странно, потому что Господь сотворил нас как существ разумных, как существ, от которых Он ждет свободных поступков, поступков как раз основываясь, чтобы мы совершали их, основываясь на своем разумении. Однажды в Евангелии от Луки Христос так и спрашивает фарисеев, он говорит «почему вы сами не можете рассудить о том, чему быть должно?» И вот текст славянский, греческий и, соответственно, русский, он здесь несколько иначе этот смысл передает. «Своей мудростью не превозносись». То есть не просто «не полагайся на разум свой», а скорее «не превозносись мудростью своей». То есть не считай, что твой разум выше других, что ты в своем разумении понимаешь нечто лучше, чем понимают другие. Далее. «Во всех путях твоих познавай ее, то есть истину, чтобы она направляла стези твои. Не будь мудрецом в глазах своих, но бойся Бога и уклоняйся от всякого зла. Тогда наступит здравие для тела твоего и врачество для костей твоих. Чти Господа от праведных твоих трудов и начатки давай Ему от плодов твоих, чтобы наполнились житницы твои хлебом до избытка и точилы твои переливались вином». Здесь мы тоже видим, как Соломон обращается к сыну и говорит, чтобы он познавал премудрость. Действительно, премудрость – это не то, что дано тебе в качестве некоторого списка норм, утверждений. Это то, что нужно познавать, то, к чему нужно прикладывать сердце, к чему нужно прикладывать усилия внутренние. «И тогда наступает здравие для человека, если он не является мудрецом для себя, но боится Бога и уклоняется от всякого зла». Действительно, мы видим, что вот эта истина, которую человек должен познавать, и эта премудрость – это не премудрость в таком смысле каком-то абстрактном. «Бойся Бога и уклоняйся от всякого зла». То есть это очень нравственно ориентированная истина. Человек должен всё время обращаться к Богу и уклоняться от злого. И тогда наступает здравие души и тела, и тогда мы видим, что жизнь человека плодотворна, даже в буквальном смысле слова. Его житницы полны хлеба, и его точила, то есть там, где он производит, те места, в которых он производит вино, переливаются вином. Опять, здесь мы видим этот акцент на бытовую жизнь здесь, на то, что праведная жизнь здесь и сейчас помогает нам и жить благополучно и счастливо уже в этой жизни. Далее Соломон говорит, «Сын мой, не пренебрегай наставлением Господним и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, наказывает, бьёт же всякого сына, которого принимает. Блажен человек, который нашёл мудрость, и смертный, который познал благоразумие, потому что лучше приобретать её, чем сокровище золота и серебра». Интересно, что одиннадцатый стих в этом тексте и в тексте синодальном тоже несколько отличаются. Мы видим, что одиннадцатый стих здесь звучит так. «Сын мой, не пренебрегай наставлением Господним и не унывай, когда Он обличает тебя». Синодальный перевод скорее следует за славянским. «Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его». Но интересно, что Юнгеров, переводя слово «наказание» словом «наставление», совершает некоторое такое... Он уже комментирует. То есть это не просто перевод, а это перевод, и с помощью одного слова, правильного его подбора, происходит сразу комментарий. Потому что наказание от Бога – это всегда наставление, оно всегда происходит из стремления исправить человека и помочь ему исправиться, направить его на путь истинный. Это никогда не бывает просто желанием сделать больно, испортить человеку жизнь и как-то расстроить его. Поэтому он и говорит, не унывай, когда Он обличает тебя. Потому что нередко, когда мы человека обличаем, мы не оставляем ему возможности для исправления. И вот мы должны понимать внутренне, что когда Бог нас обличает, Он зовет нас к этому исправлению, Он совершенно не обличает просто, чтобы унизить. Ибо Господь, кого любит, наказывает. И мы уже в этом контексте, в контексте вот этого наставления, этого слова «наставление» понимаем, что кого любит Бог, того наказывает. И здесь, естественно, в таком ключе ветхозаветном бьет же всякого сына, которого принимает. То есть он, этот сын, принимается и в то же время наказывается. Именно в этом контексте сын приходящий и исправляющийся исправляется именно потому, что отец прилагает усилия к тому, чтобы его исправить. И здесь, конечно же, мы видим различия между Ветхим и Новым Заветом. Здесь вот в этой ветхозаветной патриархальной культуре, такой еще суровой и строгой, мы встречаем прямые указания на физические наказания, в том числе на наказание детей, которые должны исправиться. Если мы посмотрим на плечо о блудном сыне, мы увидим, что отец не вначале не наказывает, не бьет своего сына, когда отпускает его. И когда сын возвращается, отец скорее радуется, чем наказывает его. Не надо думать, что Ветхий Завет оказывается вдруг каким-то легкомысленным, или он отрицает воспитание. Просто он показывает, что для Бога значительно естественнее не наказывать человека, но радоваться о его исправлении, о его воскресении. Если Бог даже попускает человеку какие-то страдания, он попускает не для того, чтобы человек просто страдал, но для того, чтобы человек исправлялся и возвращался. И далее. Блажен человек, который нашел премудрость, и смертный, который познал благоразумие, потому что лучше приобретать ее, то есть мудрость, чем сокровище, золото и серебра. Ибо она драгоценнее камней многоценных, не противостоит ей ничто лукавое, она хорошо известна всем приближающимся к ней, и все ценное, недостойное ее. Конечно же, Соломон, который, с одной стороны, говорит и призывает сына своего жить благочестиво, чтобы его житницы были полны хлеба, чтобы точила его были полны вина, он в то же время показывает, что ты, сын мой, должен стремиться к мудрости, но не потому, что она принесет тебе финансовый достаток, не потому, что она сделает твою жизнь долгой, а потому, что сама по себе мудрость рождает в жизни человека, в его сердце, ощущение счастья, ощущение осмысленности жизни. И мы знаем, действительно, что иногда можно быть вполне богатым человеком и не быть счастливым. Им можно не иметь каких-то особенных богатств, иметь особенного достатка, но быть счастливым от внутреннего ощущения исполнения правды Божьей. Мученик Иоанн Попов говорил в свое время, что мученики, несмотря на то, что им было очень больно, радовались именно потому, что их радовала их собственная совесть, потому что они шли за Богом, шли за правдой в своем внутреннем решении. И Соломон, несмотря на то, что он говорит, «Сын мой, делай добро, и от Бога получишь награду», все-таки говорит ему в том числе и о том, что это награда, не просто благоземные в первую очередь, но благодуховные. И далее. «Ибо долгота жития и лето жизни в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Из уст ее исходит правда, закон же и милость она на языке носит. Пути ее, пути прекрасные, и все стези ее мирные». То есть сначала стремись к мудрости, и потом уже ты получишь эти блага жизни. Но не стремись к самим благам, используя как бы эту самую мудрость. И далее такой тоже известный библейский образ. «Она древо жизни для всех держащихся ее и для опирающихся на нее, как на Господа, она непоколебима». Вот «древо жизни» — это такой образ, который идет еще из рассказа о рае. И «древо жизни» было древом, которое питало жизнь Адама, благодаря которому он жил и поддерживал свое существование. И вот здесь получается, что как раз премудрость и есть древо жизни для всех, кто ее держится. Это мир с Богом. Действительно, когда Адам потерял мир с Богом, он потерял и доступ к древу жизни. Здесь же, напротив, если человек держится при мудрости, то в каком-то смысле. Конечно, не вполне, не так, как в раю, но он возвращается к этому древу жизни. И для опирающихся на нее, как на Господа, она непоколебима. Интересно, что этот стих отличается в тексте Юнгерова от того, что мы читаем в тексте синодальном. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. А здесь добавляется, что для опирающихся на нее, как на Господа, она непоколебима. Но и здесь, что она оказывается тверда для тех, кто на нее опирается, и здесь, что она непоколебима, очень важная для Ветхого Завета мысль, что Бог и правда Божия – это то, на что можно твердо опереться. Человек, который опирается на Бога, опирается на Его правду, он стоит двумя ногами на твердой земле, и путь его не колеблется. Он знает, как он живет и для чего он живет. Не случайно, что в Ветхом Завете даже слово «вера» не имеет такого значения, которое приобрело в нашем сегодняшнем языке. Вера, как внутренняя психологическая просто уверенность в том, что что-то невидимое существует. Для Ветхого Завета вера – это уверенность, доверие Богу, который не предаст, который не обманет. Не случайно псалмопевец называет Бога твердыней, то есть Бог скала, на которую можно опереться. Человек, который верит в Бога, твердо стоит на земле, и не шатается его жизнь, не колеблется. Далее «Бог премудростью основал землю и небеса уготовал разумом. По воле его разверзлись бездны и облака источили воду. Сын мой, не пренебрегай, но блюди мой совет и здравомыслие, чтобы жива была душа твоя и благодать пребывала на твоей шее, и будет здравие телу твоему и врачество костям твоим, чтобы ты ходил безопасно в мире по всем путям твоим, и нога твоя не споткнулась». Вот интересно, для чего Соломон, рассказывая о том, что вера в Бога непоколебима, и те, кто познают премудрость, могут опереться на нее, как на Господа, для чего-то здесь он дальше говорит о небеса, о том, что Бог премудростью основал небеса, и о том, что по воле его разверзлись бездны, и облака источили воду. И далее говорит, «Не пренебрегай совету моего». Вот напоминание верующему о том, что Бог творец неба и земли, чрезвычайно важно. Когда-то, когда евреи были в плену, Исаия также устами Божьими говорит, Бог говорит Исаии, «Утешайте мой народ, утешайте», и дальше рассказывает о том, что Он творец неба и земли. В чем же это утешение? Израиль, ты в плену, но помни, что твой Бог – это не Бог, который просто проиграл в битве с другими богами. Этот Бог – творец неба и земли. И если ты сегодня в плену, значит, такова Его воля, значит, таковы результаты твоей жизни. Здесь то же самое. «Сын мой, опирайся на Бога, опирайся на Его правду». Почему? Потому что Его правда – это не просто некоторая правда одного из башков, какой-то Его временный завет. Это правда того, кто основал землю премудростью и небеса уготовал разумом. То есть весь мир устроен премудро. Если ты познаешь эту премудрость, если ты познаешь этот разум, ты сможешь жить в мире с Богом и со всем миром, со всем творением, мирозданием. Не пренебрегай же, совет мой, но блюди здравомыслие. И далее. «Ибо если сядешь, не будешь бояться, и если уснешь, приятно поспишь, и не убоишься внезапно страха и нападения нечестивых, когда оно приходит. Ибо Господь будет на всех путях твоих и утвердит ногу твою, чтобы ты не пошатнулся». Жизнь человека, который живет по совести, действительно наполнена вот этим внутренним спокойствием, этой внутренней гармонией, ощущением правды и правоты собственной. Не случайно в другом месте этой книги говорится, что преступник бежит даже тогда, когда его никто не гонит. То есть человек, который согрешает, его мучает его собственная совесть. А здесь, если сядешь, не будешь бояться, и уснешь, приятно поспишь, потому что совесть твоя чиста, и она тебя не мучает. И во всех путях твоих вот не будешь бояться внезапного страха и нападения нечестивых, потому что Бог будет с тобою. И Он будет во всех путях твоих и будет утверждать ногу твою, чтобы она не пошатнулась. И далее. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе помочь. Не говори, пойди и приди опять, завтра я дам, когда можешь теперь благотворить, ибо ты не знаешь, что породит наступающий день. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе помочь. Интересно, что в книге правил, в церковных канонах, есть даже особый канон, который наказывает и отлучает людей, которые пренебрегают нуждающимся, точно нуждающимся. То есть нуждающимся действительно, подлинно, человек, который действительно нуждается в помощи. Почему я так это подчеркиваю? Потому что сегодня, к сожалению, может быть так было и в другие времена, нам сложно судить, но сегодня мы видим вокруг очень много профессиональных нищих. И в среде церковной, в среде людей верующих и так скорбящих сердцем о том, как им жить и что им делать, задающихся этими вопросами, возникает недоумение, как подавать людям, когда ты не знаешь, не доверяешь им, можно ли им доверять, действительно ли они нуждаются. Сегодня существует большое количество проверенных, надежных фондов, которые ищут и в которые обращаются нуждающиеся люди. И через эти фонды можно помогать, не сомневаясь, потому что эти люди, которые работают в этих фондах, они специально, это их работа, проверять информацию и позволять людям, которые желают помочь, эту свою помощь оказать. Но важно другое, не отказывай в благодеянии тому, кто нуждается перед тобой, подлинно нуждаются, ты узнал, что нуждается, и твоя рука в силе помочь. Конечно, если человек, например, отнимает хлеб у собственных детей и дает его другим детям, это выглядит странно и может быть совершенно неправильно, потому что, конечно же, все должны получать помощь, и собственные дети, и другие дети, которые нуждаются, на них тоже нужно найти время и силы, но когда ты нуждаешься и пренебрегаешь, здесь ты поступаешь уже против правды Божьей. Не говори, пойди и приди, завтра дам тебе. То есть не рассчитывай, я помогу потом, когда-нибудь, когда будет время. Если у тебя есть возможность, помоги сейчас, потому что ты не знаешь, что породит наступающий день, и будет ли у тебя завтра возможность помочь. Не бойся, что у тебя не будет дальше возможности помочь, потому что Бог поддержит тебя, и он увидит руку дающего. Далее. Не подготовляй зла на друга твоего, который живет подле тебя и надеется на тебя. Не враждуй с человеком без причины, чтобы он не совершил тебе какого-либо зла. Не приобретай позорной славы злых людей и не ревнуй путям их. Ибо нечист перед Господом всякий законопреступник, и среди праведных ему нет места. Очень часто нам кажется, что вера в первую очередь призывает нас к каким-то ритуальным вещам, к тому, чтобы беспокоиться о своем внутреннем мире. И очень часто люди верующие не обращают должного внимания на нравственную жизнь, на то, как они живут, в каких отношениях они находятся с другими людьми, живут ли они искренне, по правде, честно, мирно. Так вот, Соломон как раз это и подчеркивает. Не приготовляй зла на друга твоего, когда он живет рядом с тобой и надеется на тебя, и не враждуй с человеком без причины, чтобы он не совершил тебе какого-либо зла. То есть, Соломон обращает наше внимание не на какие-то возвышенные теоретические вещи. Он говорит прямо о быте нашим, буквально о том, как нам жить рядом друг с другом. «Не приобретай позорной славы людей злых и не ревнуй путям их». Действительно, особенно, скажем, для подростков или для людей в себе не очень уверенных, злой человек может оказаться таким кумиром, и он будет думать о том, что он, то есть, этот человек неуверенный, будет брать с него пример, будет искать возможности стать таким же сильным, смелым, жестоким, суровым. Много сегодня есть и фильмов, которые романтизируют этот путь, путь жестокости, путь агрессии. Соломон говорит «Не ревнуй их путям и не приобретай позорной славы злых людей». Почему же? Потому что не чист перед Богом законопреступник, и среди праведных ему нет места. С сожалению, даже с болью в сердце можно вспомнить, как часто уголовная культура, уголовный мир оказывается для человека привлекательным и престижным, веет какой-то романтикой такой, и человек думает, что сейчас здесь он станет настоящим мужчиной, настоящим человеком, хозяином жизни. Так вот, это дурная слава. Не приобретай позорной славы злых людей, потому что может быть они думают, что они сильны в этом мире, что они славны в этом мире, но на самом деле не чист перед Господом всякий законопреступник, и среди праведных ему нет места. И Соломон дальше говорит страшные вещи, проклятие Божие на домах нечестивых, а жилище праведных благословенное. Гордым Бог противится, смиренным же дает благодать, славу мудрые наследуют, а нечестивые возьмут на свою голову бесчестие. В рамках этой жизни, особенно учитывая, что мы оцениваем ее по каким-то коротким сюжетам, и нам сложно оценить ее во всей ее длине, даже свойственной для нашей человеческой жизни, мы обычно судим по каким-то краткосрочным результатам таким. Человек действительно часто может увидеть славу людей грешных и бесчестие людей праведных. Но Соломон говорит, что у Бога своя правда здесь, и что Бог в итоге приводит свою правду, являет ее, приводит ее к победе. Проклятие Божие на домах нечестивых, а проклятие в Ветхом Завете это практически синоним смерти, синоним разлучения Бога и человека. Так вот, проклятие Бога на домах нечестивых, а жилище праведных благословенное. И далее 34 стих отличается от того, что мы можем прочитать в синодальном переводе. Здесь мы видим, если над кощунниками Бог посмеивается, то смиренным дает благодать. И читая синодальный перевод, можно удивиться, что это значит, что Бог посмеивается, как будто бы он глумится, как будто бы он желает их унижения. нет, нет, конечно, речь здесь идет не об этом. И вот перевод Юнгерова в данном случае понятнее. Гордым Господь противится. То есть, здесь нет посмеяния, как превозношение. Здесь есть скорее противление гордому, то есть, человеку, который идет своей дорогой, не понимая, что он живет в Божьем мире. Речь идет не о том, чтобы жить инфантильно и все время сваливая ответственность на других, все время ища опоры в каких-то иных мнениях, но о том, что идти своей дорогой можно тогда, когда ты познал правду Божию, когда твоя дорога, когда ты открываешь в себе, в сердце своем эту правду Божию и видишь, что твоя дорога это дорога, которую тебе приготовил Бог. Если же речь идет о своеволии, если речь идет о жестокости, о том, что ты в каком-то смысле позволяешь себе жить как хочешь, такая разнузность внутренняя, нравственная, то в таком случае Бог будет тебе противиться, потому что Он замыслил о тебе другое. И вот смиренным, а смиренный в библейском контексте это человек, который живет с миром в сердце и знает меру, смирение от слова мера, то есть он знает свою меру, знает свое место. Смиренным дает благодать человек, который знает свое место перед Богом. Это не значит, как у нас есть такая фраза «знай свое место», то есть как будто бы человека унижают, но человек, который подлинно знает свое место, он наоборот будет возвышен, потому что его место, место рядом с Богом, он носитель образа Божьего. Но для того, чтобы к этому пониманию прийти, необходимо познать себя перед Богом, познать свою сотворенность. Бог тебя сотворил, и Он может открыть тебе правильный путь. Поэтому славу мудрые наследуют, а нечестивые возьмут на голову свою бесчестие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok